Да, мы давно жили на свете бедный музыкант. Он был так беден, что у него была только флейта и маленький сурок. Он путешествовал с этим сурком из города в город, даже если светило солнце или шел промозглый холодный ноябрьский ветер и дождь. Когда он приходил в город, бывало даже, что наступала уже кронечная тьма. Тогда он подходил к дому, где в печи горел огонь и просился на ночлег. Он горил свою чудесную мелодию хозяевам дома. И когда он играл, в душах у всех людей просыпался свет и загорался огонь, и желание разделить с этим человеком и кровь, и свою еду. Ребята из 4 класса приготовили вам историю, песню об этом бедном музыканте и его маленьком сурке. Песня. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 И я еду с ними. Но освободить меня будет нелегко. Готова ли ты это сделать, прекрасная Джей? Что я должна сделать? В полночь ты меня убереглёст на четырёх дорогах. Когда проедут рыцари на буранных тонях. Пропусти их и не сходи с места. Потом проедут рыцари на буланных тонях. Ты их тоже пропусти. А потом поедут рыцари на белых тонях. Я буду среди них. Чтобы ты узнала меня, я сниму с одной руки перчатку. И тогда подойти ко мне, вырви повод у меня из рук. И тогда королева эльфов поскрипнет. Верного-то мне на богителю. Вот тут начинается самое сложное. Ты должна обнять меня и держать крепко. Что бы со мной ни делали, кого ни превращали. Только так можно снять злое заклинание и победить королеву эльфов. Страшно было бедных женах оставаться одной в ночном лесу. Но она помнила, что сказал ей Тамлин. И исполнила всё, как он просил. Она схватила его белого коня за золотую уздечку и вырвала повод из его рук. И когда он упал на землю, она обняла его крепко-крепко. Верного Тамлина похитили. Но Дженет не испугалась и только ещё крепче обняла его. Тогда королева, прошептав заклинание, превратила Тамлина в зелёную ящерицу. Дженет прижала ящерицу к сердцу, но тут ящерица превратилась в холодную змею, которая обвилась вокруг её шеи. Дженет смело схватила змею, и тогда змея обернулась в кусок раскалённого железа. Из глаз Дженет полились слёзы. Ей было так больно, но Тамлина она всё равно из рук не выпускала. И королева Эльфа поняла, что Тамлин потерян для неё навсегда. Она вернула ему прежний облик и сказала... Прощай, Тамлин, прощай. Она умерла? Лучше рысора потирала страна. Если б я знала вчера, что узнала сегодня, я бы превратила твоё нежное сердце в камень. С этими словами королева Эльфа исчезла в зелёном лесу. А прекрасная Джену взяла Тамлина замок и отвела в замок своего отца, славного графа Материца. Свечи! Спасибо. Спасибо. Прощай. Спасибо.